Уже в следующем году приступят к обустройству парка на берегу Черного озера. Новое общественное пространство площадью 42 гектара станет популярным местом отдыха у люберчан и москвичей. Каким будет парк дружбы, расскажем в сюжете. Вся территория общая, порядка вот этих 45 гектар, начинает проектироваться. За зиму мы утвердим проект, пройдем экспертизы, все изыскания, и весной задача поставлена выйти на работы физически. Сейчас ведется работа по передаче земельных участков под благоустройство. Большая часть прилегающей к водоему территории и со стороны Люберец, и со стороны Некрасовки в заброшенном состоянии. Но уже через год береговую линию Черного озера сделают комфортной для отдыха и прогулок. Хотим, чтобы все это благоустроили, чтобы было красиво, чтобы люди, мамы с детками приходили, отдыхали, чтобы было комфортно. Не так, как сейчас здесь помойка. Хотелось бы побольше чего-нибудь спортивного, каких-нибудь спортивных площадок, чтобы можно было заниматься свободно, не ходить в спортзал и ездить куда-то, а здесь заниматься, потому что очень много ребят, которые хотят заниматься спортом. В рамках проекта расчистят акваторию озера и укрепят берега. По периметру парка сделают освещение. Создадут круговой маршрут для велосипедистов и пешеходов. Установят детские спортивные площадки, обустроят пляж, места для рыбалки, смотровые площадки и зону пикников. Мы очень ждем, чтобы у нашего района появился парк, появились новые территории, где можно было прогуляться. Все-таки у нас озеро красивое. Хоть какая-то пешая доступность через вот это озеро, если это возможно сделать, или хотя бы она обходная какая-то была, потому что вот этой стороне улица озерная, сложнее добраться до метро. Чтобы жители Люберец смогли быстрее добраться до метро, через озеро построят пешеходный мост. Он позволит в два раза сократить время пути. К благоустройству парка дружбы приступят весной. Летом 2025 года все работы завершат.